следующая вкладка в настройках мета трейдера советники советники это программы которые написаны на встроенном в мета трейдер 4 языке программирования meta quotes language 4 если вы запрограммировали советник так что он торгует то это по сути торговый робот если он просто выполняет некую аналитическую деятельность рисует вам квадратики кружочки выдают какие-то сообщения то это будет аналитический советник но так или иначе это некая программка которая выполняет заданный алгоритм первая галочка здесь это включить советники по сути это принципиальное использование советников если галочка стоит то они в принципе могут работать если не стоит то они в принципе работать не будут далее вы можете разрешить советникам быть включенными при смене торгового счета например с демо на реал или с одного реала на другой реал и при смене профиля если эти галочки стоят то в момент смены счета или профиля советники будут выключаться в принципе это правильно раз вы меняете счет раз меняете профиль то скорее всего проводить какие-то изменения и если например на демо счете у вас работал советник вы его тестировали то вам не нужно чтобы этот советник прям сразу включился на реале если же эти галочки убрать тогда советники будут оставаться включенными при переходе с одного счета на другой или при смене профилей профиль это некое рабочее пространство например у вас может быть четыре графика в профиле и в этом работаете с этими четырьмя графиками другой профиль может содержать 8 графиков 12 или 1 неважно то есть профиль это рабочее пространство далее галочка разрешить советнику торговать здесь уже задается конкретные условия что вы советнику который в принципе включен разрешаете торговать либо не разрешаете если галочка стоит то советник может торговать при этом есть дополнительная галочка ручное подтверждение если будет стоять эта галочка тогда прежде чем совершить сделку советник запросит у вас ручное подтверждение если вы торгуете роботами и хотите полностью автоматизированную торговлю тогда вот здесь ставится галочка а вручном подтверждение не ставится следовательно робот может просто совершать сделки для этого не будет требоваться какого-то подтверждения следующая галочка разрешить импорт дл дл это специальные библиотеки если вы не занимались программированием то в принципе вас эта галочка и каким образом касаться не будет скорее всего вы просто не будете применять если же вы программировали знакомы с этим то вот здесь поставив галочку мы разрешаем импорт этих самых дл библиотек для программистов данный пункт может быть очень полезен вы пишете программу на том языке программирования на котором вы уже умеете программировать на котором вы разрабатываете свои какие-то приложения по работе например и далее уже здесь подключаете эту библиотеку к советнику в мета трейдер таким образом у вас упрощается схема и плюс вы за счет этих библиотек можете сколь угодно усложнять и делать более функциональной конструкцию вашего робота и последняя галочка разрешить импорт внешних экспертов вы можете написать советника который будет импортировать функции из других экспертов или библиотек mql4 и вот если это требуется нужно поставить эту галочку случае если галочка не стоит то ни один из запущенных вами экспертов в терминале не сможет запрашивать функции из других mql4 программ опять-таки это более актуально для программистов для тех людей кто не знаком с программированием это скорее всего не будет применяться и не будет использоваться